А, вот игровой ноут за 15 тысяч. Бля, вот мне интересно. Мне просто интересно. Нет, это не реклама, пацаны. Это не реклама. Это что, киберпанк на максималках? Ну-ка, вышло вообще. Не знаю, что за претензии. Поехали, кто там меня шмаляет? Sorry, народ, я не специально. Так, подожди, встаем назад. Встаем назад. Почему она подлагивает так? И все это на ноутбуке игровом в 1080p. Да, конечно же, не супер топов зе топ. Но обратите внимание, трассировка лучей ультра. Все включено, впечатляюще высоко, мега классно. Ну, Full HD, да. Зато зашел и просто понеслась, а народ. Что, картинка-то не дергается? Лет, всю тачку размотали. Валим. Народ, всем привет. Это китайский игровой компьютер за 13 тысяч рублей, который мы купили на Wildberries. И здесь китайский корпус и очень дремучие комплектующие. В данном случае этот собран на AMD. И мы, когда его распаковывали и тестировали, кстати, ролик есть на канале, мы обратили внимание, что, ну, это просто компьютер. К нему нужна еще пусть теплотенькая клавиатура мыши, а также монитор. И так, может быть, не заниматься вот этим, вот безобразием, а просто сразу купить китайский ноутбук. И что бы вы думали, маркетплейсы в очередной раз не подводят. Игровой ноутбук за 19 тысяч рублей прямиком из Китая. Шэнь-жэнь, потому что где еще? И вы знаете, с этим ноутбуком произошла прикольная штука. Мы его купили, вот ценник, 19 тысяч рублей с копейкой. А прямо сейчас по той же самой ссылке он стоит 70! Вы что, наркоматы сумасшедшие, что это за дичь вообще? Почему 70? Да потому что там вообще своя жизнь, ты не пытайся понять это и как-то логически обосновать. Просто было 19, стало 70. Но! Если это бренд Херпами как называется, то есть другой бренд, который тоже Херпами как называется, и там сейчас примерно то же самое железо стоит 19 тысяч рублей. В общем, там чуваки торгуют своими этими... Что, блядь? Celeron N5095 Intel HD Graphics 750 Примерно та же комп... Что, блядь? Самое железо стоит 19 тысяч рублей. В общем, там чуваки торгуют своими этими поделками, и это забавно. То есть, этот конкретно сейчас стоит дороже, но точно такой же под другим... Celeron Gaming? Это хуя в Fallout 3 не запустят, блядь? Вы можете купить. Значит, это не какая-то акция, это не какое-то разовое предложение, это вот, пожалуйста, бери... То есть, такие компьютеры существуют. Зачем? И давайте поймем, это прям барахло, мусор, ужас и кошмар, и оттуда сейчас выбегут рад тараканы, либо это нормальное железо начального уровня, на котором можно зайти... Чел, блядь, интересно, он вначале показал, что вот этот вот ноут, который он купил, ну тут тоже HD Graphics, Celeron, типа чел... Это, ну, блядь, он шутит, что ли, я не знаю? Возможно даже что-то запустить из игр. В общем, заварить что-нибудь вкусненькое, поесть, попить. Поехали. Китайцы говорят, что это хрупкое, а это хорошо. Значит, приехало все вот в этой коробке, и внутри нас ждет уважаемая коробка, на которой так и написано ноутбук, в два слова. Ну, потому что почему нет? Никаких опознавательных знаков, что это вообще за бренд, что это за модель, это, знаете, ОМ-упаковка для ноутбука, но тем не менее, она, видите, даже с ручкой, то есть как будто бы прям уважаемый какой-то производитель. Чел, я подозреваю, на эту хуйню даже Windows 11 все установить нельзя. Я, блядь, боюсь, даже Windows 10 нельзя установить. Блядь, это Целлерон. Этот, это ебаный Целлерон. Типа, еще деды на нем сидели. Даже пакеты с воздухом, какие-никакие, есть, а это говорит о том, что люди озадачились тем фактом, что это может сломаться. Я боюсь, там YouTube не запустится, там YouTube, возможно, лагать будет. Это что, самый великий комплект, который я видел в жизни? Так, подожди. Значит, у нас с вами беспроводная мышка. Блядь. То есть китайскому компьютеру мышку не дали, а тут дали мышку. Это ли не величие? Понятное дело, что она, наверное, стоит 3 юаня. Это новый Целлерон, можно Windows поставить, но не больше. Сам факт. А нахуй они до сих пор Целлероны выпускают? И заморочились, и положили. Дальше. Это вообще, я не знаю, что такое. JZG Shark. А если на меня оттуда сейчас что-нибудь выпрыгнет? Окей, это наушники. Наушники. Компьютер положили наушники. Знаете, каким компьютером не кладут наушники? К макбукам, например, за миллион рублей. Так, Memory USB. Что вы со мной делаете? Сколько здесь памяти? Plug and Play. Работает с Windows и Mac OS. Можете... Какой-то лутбокс открывает, он ноут достанет вообще. Целлерон до сих пор выходит. Окей. Он легкий. Он даже оклеен чем-то. Ну, давайте так, он не прям позорный. Он прям, ну, не позорный. На нем, конечно, позорная вот эта наклейка с пузырями зачем-то приклеенная криво-косо на заводе, которую мы с вами сейчас сразу удалим, потому что что это... Бля, я боюсь, что он какой-нибудь радиоактивный или типа того. Да, вообще, позорный. Здесь сверху такая же позорная хрень на крышке 2. Сука, вот держался комп, прикоснулся к ебаной бедности. Надо в десятый раз... ...игровые продают в сетевых магазах и сборщики под заказ. На них комп из Аста Плюска собирают. Блядь, как же народ наебывают. Сатисфакция произошла. Ммм, интересный запах. Как будто в него насрали. Ко мне прикоснулась ебаная бедность. Пришлось в десятый раз за день посидеть в джакузи и отмыться. Я не шучу. Как вы думаете, как велосиком решает? Вот типа сегодня я поношу обычные ультрадорогие часы за несколько тысяч баксов, а завтра я одену Apple Watch. Как вы думаете, как он решает? Мне просто интересно, как мыслят богатые. Я тоже думаю, это статусные часы, это выходные часы или это рабочие часы? Ладно, вы скажете, докопался до продукта за 19 тысяч рублей. 19 тысяч рублей сегодня это 190 долларов. Знаете, что можно купить за 190 долларов? Ну, чуть подороже, докиньте еще чуть-чуть, и Apple Pencil Pro можете купить. Или пару чехлов для айфона. А тут целый 15-дюймовый ноутбук. Можно докинуть еще, купить Steam Deck, хотя бы базовый, и он уже будет ебать все это, блядь, максимально охуенно и поиграть, и все можно на нем делать. Пока этот ноутбук доступен стикера по красоте, но у меня есть еще топ за свои деньги, и мы, если что, приклеим его позже. Пока так, смотри, уже стало... Домашние часы вечерние. Уже как будто MacBook издалека, уже вообще хрен отличишь. Мне еще нравится, что здесь, очевидно, слот под M.2 SSD-ху, и, наверное... Я представляю, насколько, вы знаете, производство, на которых делаются подобные ноутбук, насколько там, скорее всего, типа, шансы не очень... не очень маленькие подцепить какую-нибудь хуйню, типа, заражение легких или что-нибудь такое. Он пустой, мы сейчас проверим, и сюда можно будет еще дооснастить памяти, как мы любим. Ну и момент истины, давайте переживем его вместе. Да, понятно. Ать! Блядь, это так уебично. А не позорно сделано. Если бы я вам не сказал... Не кажется, или там пыль, блядь? Что этот компьютер стоит 19 тысяч рублей. Это... Он разбит там? Или это наклейка такая? Вот эти только пленки, конечно, блюдские. А, это пленки. Если бы я не сказал вам, что это стоит 19 тысяч рублей, а... Что? Это наклейка? Фух, это наклейка. Например, сказал, что это... Если бы я не сказал вам, что это... Короче, так и с ракет можно отдать. Как же хорошо. А? Ну что ж, дайте мне несколько минуточек, чтобы я установил сюда всякое разное, попользовался и вернулся к вам с рассказом, что же это за вундервафля такая, а пока вы ждете... Мне кажется, как раз после этой хуйни тот чел и ушел с канала Вилсаком, потому что Вилсаком сам этой хуйней бы не занимался, он, наверное, заставил этого чувака до конец, сука, бля, чел. Чел-то заебал, я ухожу с того канала. Настройку улыбайтесь вместе со мной, потому что, оказывается, оплатить свои покупки в магазине так же просто, как улыбнуться. Оплачивать смартфоном прошлый век. Действительно, современный... Это гринскрин. Мы плохо вырезанные гринскрин, кстати. Этот оплата улыбкой со Сбер... Где что? Вилсаком, видимо, всегда так светится. Он тут святой буквально. Короче, я думаю, что для того, чтобы это снять, я думаю, что для... чтобы это снять, сняли отдельный магазин или отдельное помещение заставили, как будто настоящий магазин на фоне Ambient того, что как будто там другие люди закупаются, на самом деле Вилсаком бы никогда нахуй не зашел в магазин, в котором нищета ебаная закупается. Он бы не хотел видеть этих кривозубых крестьян. Он, скорее всего, они действительно просто, ну как, в Голливуде, короче, сделали целый этот... Как мистер Бист, короче, сделали фейковый магазин. Или выкупили отдельную пятерочку, и вот он там и платил. Intel Insight... Матовый экран, юб ту м***ю. Да я шучу, из-за чего это? Подожди, 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 ребята. Ребята, ребята. Упу-пу, пошел на хуй. Ребята. Это, во-первых, предустановленная винда. В винда предустановленная, по-моему, нахакнутая, сломная, я не знаю, матовый экран. То есть, это устройство, значит, plug and play и полетели. То есть, ты купил вот такую Шенчженя Балалайку, тебе привезли, ты открыл, у тебя здесь винда установлена. Что вообще происходит? И это стоит, типа, 19 тысяч рублей? А в чем прикол? Даже трекпад, пусть и хреновый, но ебать, это стоит 19 тысяч рублей, на рабочем столе сидит? Трекпад работает? Что? Есть. В общем... Трекпад? Для вас в мгновение, для меня несколько дней... Ну, блядь, трекпад, это ведь самое дорогое, нахуй. Сейчас буду тестить... Кому я вру? За пару часов управимся. Короче, сейчас вернусь. Что я хочу вам сказать? Пока я тестировал этот компьютер, я на Авито, например, нашел за 17 тысяч рублей версию с 24 гигабайтами оперативной памяти и 2 терабайтами SSD. Либо, наоборот, за 14 тысяч рублей вы можете взять 8 гигов оператива и 256 SSD. В нашем случае какая-то такая золотая середина, и, очевидно, маркетплей... Там, наверное, винда 12-ая. ...еще и наваривают здесь экстра деньги. Есть люди, продавая это все за плюс-минус 15 тысяч рублей имеют маржинальность. Сколько же эта штука стоит в Шенчжене? Получается вообще, что ли, 100 долларов? Так вот, фишка в том, что у нас с вами есть возможность посмотреть, что скрывается за этой непосредственной штучкой, потому что здесь у нас специальные крепления. И смотрите, еще какая интересная особенность. Эти ноутбуки действительно существуют под разными именами, но прикол в том, что все они, по сути, построены на процессоре Celeron N5095. Это процессор начального уровня 2021 года выпуска. А, нихуя, все-таки современный. ...на, в принципе, вообще плевать, да, на все это, потому что главное, что это супер жухлый, дохлый процессор с Intel UHD Graphics, там, 750 МГц, что-то она там пытается работать, и все это нахрен нам не нужно. Блин, знаете, было бы смешно, если бы там слот для батареек, а, ну здесь уже установлено SSD, я думал, что можно подкинуть дополнительно, нет, то есть 256 сюда уже в сандалиле можно взять и подкинуть на 2 терабайта в iNote. Ну и, как вы понимаете, в зависимости от цены комплектующих, все это вот как раз плюс-минус полторы-две тысячи рублей. Это неплохо, нехорошо, и, знаете, я, потестировав этот компьютер, могу сказать, что этот матовый экран с матрицей Full HD вполне себе годится. Здесь потрясающий херовый звук. Давайте посмотрим. Послушаем. О, мы, кстати, с Каргасом этот фильм смотрели, когда он приезжал. Мне понадобится моя команда. Ну, фильм такой из 7 из 10. Отвратительный. Середняк, середняк чисто. От детской игрушки. Я в Гаричи немножко разочаровался. И люди как бы знали, что надо беречь наш слух. Но, как бы, он есть и ладно. Тут за эти деньги ты такой, да вообще, типа, что-то работает и хорошо. Главное, что клавиатура, окей, с подсветкой, внимание, с подсветкой, и та самая резиновая накладка спасает нас от чего, правильно, от крошек. Вы можете жрать Принглс прямо над этим компьютером, как мразота, и у тебя все будет хорошо, потому что потом накладочку убрал и он снова чистенький и приятненький. Он гудит кулером, но не очень сильно. И, вы знаете, народ в интернетах пишет разное, типа, все в основном довольны. Покупал как базовое решение смотреть кинчики, потому что 4К ютубчик он тянет. Покупал как терминал густопа в интернет и с этой задачей он тоже справляется. Это не та машина, которую ты будешь загружать вообще какими-то сложными процедурами. Браузер. Так, погоди, он же нам обещал там киберпанк. Погодите. О, танки, танки. На грузовиках. В то время как мир танков, ну блин, на низких, минимальных, конечно же, но Full HD и 60-70 FPS в танчике играть можно. То есть, это даришь дедушке, бабушке, папе, и это просто станция для запуска танков. И в этом плане компьютер со своей задачей справляется. Но походу мир танков идет, блин, на любом железе за любые вообще тенге. Несмотря на то, что в комплекте положили мышку, которая, ну, пускай будет, на самом деле трекпад не самый позорный и им можно пользоваться. Танки на низкий, ну, я думаю, киберпанк он запускает на этом. Пальца, сенсор, который вы можете, опять же, подкинуть и с этой темой кайфануть, какая-никакая безопасность. Ну и вы спросите меня, как же мы запустили киберпанк 2077 на ультра-настройках в самом начале этого видеоролика? Очень просто. Мы использовали новый сервис Яндекса плюс гейминг, который прямо сейчас закрыт. Бля, мы даже на геймплей, который он показывает, видели, насколько дерганная эта хуйня, у него там просто картинка проседает моментами. В этом бета-тесте, но я получил доступ, и это классический облачный гейминг. Вы подключаете свой Steam, заходите через браузер, нажимаете кнопочку играть, и дальше платите за игровую сессию. Вот сколько минут наиграли, столько и заплатили. Пока по ценам тоже ничего не понятно, видимо, как только релизнут, будет уже какая-то модель монетизации. но это не реклама, гайз, не реклама, ну, Велосиком же никогда не был замечен в том, что он буквально наемная собачка Яндекса. Валя, пора рекламировать новую Яндекс-станцию. А когда-то мне Apple сами присылали. Да-да-да-да-да. Еще от многих европейских, американских сервисов, здесь, очевидно, сервера будут находиться где-то близко к нам, и я, например, играя в Cyberpunk 2077, получил минимальную задержку, даже просто по Wi-Fi, потому что, почему бы и нет. То есть, я прям понимаю, что в этом можно играть. Мы отдельно сервис потестируем, но как будто бы, вот вам, пожалуйста. То есть, компьютер нормальный, экран окейный, звук как-то порешал, наушнички подкинул, и сидишь, играешь любую игру современную, которая в Steam доступна, ты можешь на мощных настройках пройти. Мне нравится, как на всех этих сайтах облачных сервисов всегда показывают, что там в CSGO, а, в CS2 можно играть, блядь, типа, не знаю, если я когда-нибудь захочу поиздеваться над собой, вот знаете, вот прям жестко, типа, чтобы довести себя до состояния, в котором можно делать с собой ужасные вещи, я попробую через облачный сервис играть в рейтинг в CS2, блядь, это просто нахуй, и кайфануть, это ли несчастье, поэтому, когда мы написали игровой ноутбук, но, кстати, это не моя приколюха, ровно так он продается на маркетплейсах, игровой, блин, ноутбук, это отчасти правда, в это можно играть. Облачный гейминг, кстати, и у Сбера есть, помните, бокс берешь, подключаешь к нему геймпад, на телеке играешь, облачный гейминг сегодня вообще находится на, скажем так, новом этапе развития, гугл в эту тему как-то залетел, такой стадия, пацаны, ааа, что-то не пошло, ну, потому что бестолковые, а здесь это без страданий, народ и GeForce Now в свое время юзал, и окей, почему нет. Интересный еще нюанс, на эту штуку как будто нет гарантии, потому что в комплекте не было никаких бумажек, которые бы могли об этом говорить, и как будто это можно попытаться вернуть в маркетплейс, но я слабо себе представляю, как это можно сделать, потому что это технически сложное устройство, а значит, если у тебя отлетела матрица, ты по-хорошему должен замутить экспертизу, потом что-то кто-то, кто этим будет заниматься, в общем, это такой одноразовый продукт, имейте в виду, то есть если вдруг с ним что-то случилось, ты его просто несешь на свалку. Ого! А что я могу сказать про ноутбук? Очень жухлая конструкция, вот этот монитор... Я, блядь, себя представляю китайцей, который все это вырезал. Ощущение, что шарнир не выдержит, ровно такой у меня был в Иисусе в свое время, и я боюсь, что он треснет в какой-то неочевидный момент, и скорее всего этот компьютер нельзя назвать долговечным, его нельзя выбирать по саду... GeForce Now закрыли? Ебать! Это просто супер-пупер-мега-дешманская пластмасска, но при всем при этом она со своей задачей справляется, она прям, вы знаете, купила и кайфуешь, и что бы нет, ноутбук и ноутбук, да, я помню, его когда-то рекламировал, ну а что бы и нет, а что бы и да, да, процессор звук, лошадь, что пипец, графики вообще считай нет, но танки тянет, облачный гейминг запустить можно, в браузер сходил, 4К киношку посмотрел, вот звук жалко, что совсем позорный, а в остальном, окей, но я не могу приклеить сюда стикер топ за свои деньги, к сожалению, к сожалению, по красоте... мне просто интересно, почему, спойлер, ноут запускал киберпанк на облоке, дай бог здоровья комментаторам, посмотрел 30 секунд ролика, почитывал комментарий, закрыл видео, гуманитарий округляет 19, 19 до 15, кстати, да, он напиздел за 15 тысяч рублей, написал, купили за 19 тысяч, стоит 70 тысяч, округлили до 15, короче, настоящее название видоса, не игровой ноутбук за 19 тысяч рублей, будет угарно, если это флешка в комплекте, это USB киллер, кликбейт, то есть, типа люди поволновались, что в кликбейт название цена 15к по факту 19, по факту 14, сука, сука, даже 40, хорошее видео, хорошее видео, абсолютно говно, если честно, максимально отвратительное,